Приветствую вас. Вы знаете, для начала было бы неплохо понять, с чем мы имеем дело. То есть вы говорите о том, что у вас депрессия, но откуда вы знаете, что у вас именно депрессия? Депрессия – это болезнь, которую диагностирует врач. Врач – психотерапевт, психиатр, либо клинический психолог. После чего назначается лечение, в том числе и медикаментозное, но помимо медикаментозного лечения еще и имеет место быть, да, лечение психотерапевтическое, безусловно. Вот. И, в общем-то, это очень важный момент, потому что если у вас диагноза нет, то можно говорить о том, что у вас просто депрессивное состояние, вот, которое вы интерпретируете как депрессию, вот, но на самом деле это может быть совсем даже и не депрессия. Это первое. Это вот первое, что вам нужно для себя понять. Это первое. Второе. Второй аспект заключается в том, что избавляться, избавляться от депрессии, да, вот именно избавляться от депрессии на самом деле не нужно. Именно избавляться от депрессии. Потому что за депрессией всегда скрывается ряд ваших потребностей, ряд ваших желаний, которые не удовлетворяются. Что, собственно говоря, и приводит по итогу к тому, что вот, значит, у вас сформируется депрессивные установки. Депрессивные установки, депрессивные взгляды, ну и всякое такое. Вот. Это такой аспект. То есть, побаровать ничего не нужно. Но. 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 Несмотря на это, несмотря на то, что побаровать ничего не нужно, и вы сами, скорее всего, об этом знаете. Вот. Несмотря на это, сама идея возможности побороть ту же депрессию, например, да, она откуда-то взялась, эта идея у вас. И вот, было бы очень легко, было бы очень, точнее не легко, было бы очень здорово для вас определить, вот откуда взялась эта идея. Побаровать в себе те или иные чувства, те или иные желания, те или иные потребности. Как часто вы что-то в себе побариваете? Да, вот. Такой важный момент. А побариваете вы в себе почему это? А, то есть, по какой причине вы побариваете это в себе? Вот. Я полагаю, что было бы весьма, весьма неплохо узнать данный аспект и поисследовать его. Может быть перестав побаривать, может быть перестав подавлять, вы бы сделали в себе одолжение. Вы, может быть, сделали бы себе подарок, вы бы сделали первый шаг к тому, чтобы избавиться от этого состояния, как геймплана не было. Депрессия или, или, депрессия это или не депрессия, но вам это мешает. Депрессия это или нет, но вас это напрягает. И нужно завершать какие-то шаги. И поскольку у вас в тексте уже, не смотря на то, что вы написали совсем небольшой текст, у вас уже в этом тексте есть подавление себя. И если подавление себя имеет место быть, то давайте с этого подавления начнем. избавимся от этого самого подавления для начала. Вот от чего нужно избавляться, наверное, действительно. Так это вот от подавления. Это то, что я знаю на сто процентов процентов. Дальше. На депрессии существует множество различных взглядов. Да, то есть каждая школа психологическая имеет свои представления о том, что такое депрессия. Что с ней соответственно нужно делать и как ее корректировать. Мне представляется наиболее качественными, наиболее качественными, наиболее интересными, полезными и приспособленными к жизни. Две позиции. Первая позиция. Это то, что депрессия есть в негативной установке. Вот. Значит, ну то есть, есть у вас негативные установки, которые, ну, мешают вам, да? Вот. Это первый, первый аспект. И второй аспект, это подавление, значит, своих желаний, своего детского эго состояния. То есть, это состояние, в котором вы подавляете, значит, свои желания, свои чувства, свои потребности и так далее. Вот. И вот с этими аспектами нужно работать. Значит, изучать, значит, ваше желание, раскрывать их, ну вот, исследовать их. Их. Понимаете? Вот. И, соответственно, таким образом, корректировать ваше поведение. В том числе, в том числе, значит, снимать запреты. Которые у вас есть. Чтобы не было вот таких историй, да, что я хочу избавиться от депрессии. Правильнее было бы поставить вопрос так. Почему у меня депрессия? Помогите мне понять причины моей депрессии. Вот это вот гораздо более такая прогрессивная позиция. Вот. Более адаптированная, более четкая и, чего греха таить, да, больше ориентированная именно на успех, на результат. Вот. А избавиться от депрессии, это все равно, что избавиться от чести вас. Невозможно, долго, нудно и еще, ко всему прочему, плюс болезненно. Вот. То есть, я, ну, категорически не согласен с таким подходом. Вот. Соответственно, самостоятельно вы избавиться от депрессии или депрессивного состояния не сможете, потому что у сознания есть ограничения, вот, ну, ограничения есть именно в плане того, что она способна обработать. Вот. Поэтому, сами вы не справитесь, здесь вам нужна будет помощь специалист, потому что депрессия образовывалась в депрессивном состоянии, или депрессия образовывалась не один год, скорее всего, не один год и не два года, и даже, наверное, не пять лет и не десять. Ну, вот. Выходить из этого состояния нужно последовательно. Вам будут даваться домашние задания. Вот. Вы будете эти задания выполнять. На их основе будут выявляться проблемные аспекты, соответственно, с ними тоже будем работать. Работать будете вы, и психолог вам, как бы, лишь только помогает, да? Вот. Это очень важно понимать. Вот. Это то, что, собственно говоря, необходимо. Это то, что можно сказать. И вот таким способом вы избавитесь от своего состояния, я бы сказал, ну, я бы сказал, корректно. Так вот я бы сказал. Вот. То есть не так, как это вот вы сейчас говорите и высказываете, да? Не так. Не так, нет. А именно, именно корректно. То есть, чтобы это было с пользой для вас и для них с удовольствием. Если, ну, если привозите усилия к этому, вот, то будет и удовольствие тоже. Вот так вот. Теперь вам осталось, первый шаг вы уже сделали, теперь вам осталось выбрать себе специалиста и начать с ним работать. Довериться им и начать с ним работать. Поверьте. Поверьте, существует много аспектов, на которые вы не обращали внимания. Вот. И для каждого человека это своя аспект. И существует множество запретов. Точнее даже запрет может быть один, но проявляется он вам везде, везде. Да? Вот. Так что такая история. Для начала я дам вам такую задачу. Подумайте, какие чувства вы испытываете? Дайте, дайте себе, грубо говоря, дайте себе, ну, скажем, какой-нибудь временной срок. Пусть это будет пару дней. Пару дней. Ну, давайте, может быть, это будет больше. Не пара дней, пусть это будет пять дней. Вот. Да? Пять дней. Пусть это будет пять дней. Вот. За эти пять дней вам нужно будет проанализировать свои чувства. То есть, какие чувства вы испытываете? Что они из себя представляют, эти чувства? Какие чувства вы выражаете? Какие чувства вы, соответственно, подавляете? Если подавляют. Да? Вот. Вот. Примерно в таком случае давайте для начала с этим поработать. Вот. Испытываете ли вы злость? Как вы ее выражаете? Испытываете ли вы нежность? Как вы ее выражаете? И так далее. Вот. Давайте, пока что, на эти темы мы с вами и подумаем. Как раз. Для начала. Дальше уже будет все видно. Причем, заметьте, да, задание вам дается не на быстро, да? То есть, не на завтра, а на вот ближайшие пять дней. Нужно зафиксировать свои чувства. Чтобы вы прямо знали, что вот это чувство, да, это все чувства, которые вы испытываете. Вот. Причем, в ситуации какие-то, да, вот конкретные ситуации, когда, например, вас там что-то напугало, да, это не нужно. Но здесь нужно фиксировать именно все чувства, которые появляются постоянно. То есть, которые регулярны. Вот. Надеюсь, это понятно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Будура помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.